Здравствуйте! Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Тема нашего урока – это недельная глава на СО. Недельная глава на СО является самой длинной недельной главой Торы. Примечательно, что это та недельная глава, которую обычно читают после Шавуата. Мы только закончили Шавуат. Шавуат – это праздник получения Торы. И сразу после Шавуата Нашан нам дает подарок – самая длинная недельная глава. В ней 176 псуким. И интересно, мы сразу пойдем к концу главы. Почему же она действительно такая длинная глава? На самом деле глава насыщенная, есть очень интересные вещи в ней. Но больше половины этой главы – 89 предложений. Посвящены жертвоприношениям, которые принесли вожди еврейского народа. Было 12 колен, у каждого колена был свой Наси. Свой вождь, князь. И каждый из них, когда открылся Мишкан, это был Рашхой Дашнисан. Каждый из них ежедневно, каждый князь приносил свое жертвоприношение. Теперь, если вы посмотрите, они были идеально, с точностью, до мелочей, совершенно одинаковые. То есть 12 совершенно одинаковые жертвоприношения. И Тора, каждый из них повторяет еще раз, и еще раз, и еще раз. То есть начинается с князь колена Иуда, который принес первый день. Потом второй день, третий день. Мы знаем, что в Торе нет ни одного закона, которому уделено столько места. Законы Шкиты, законы Кашрута, законы Шабата. Некоторые законы намеками написаны. Здесь история, которая уже случилась. Не законы даже. Просто случилось. И каждое повторение повторяется и повторяется. Теперь, само собой разумеется, что значит, если какой-то очень большой урок, если Тора, Бог, который написал этот Тор, который дал этот Тор, считал необходимым написать 89 предложений, значит, это что-то очень важное. До того, как я вам скажу некоторые, может, объяснения, я хочу обратить внимание, кто действительно дал им идею принести эти же это приношения. То есть кто виновник торжества. Интересно, если вы посмотрите Раши, Раши на второй день. Не на первый день, а на второй день. Раши подчеркивает, что там лишнее слово. На второй день написано, что на сии колено Исахара он принес жертвоприношение. Там специально подчеркивается, что он принес. Все остальные просто написано, что жертвоприношение на первый день. Было жертвоприношение такое. Второй день, написано, во второй день принес жертву. Его звали Насаналбенсур, подчеркивается Гикрив. окрашены одно из объяснений говорит это была его идея я сам был второй день это была его идея и поэтому подчеркивается что это была его идея это был его совет он посоветовал всем вождям принести это же это приношение интересно что когда строили мешкан так мы синим вожди они немножко задержались они сказали пусть я сначала все остальные пусть принесут мы потом все что будет не хватать и действительно не только же ничего было давать здесь когда мешкан открыли они в первую очередь пошли мы хотим первым принести же это приношение и это была вот его идея его звали на санель с бог данный богом вот он дает идея всем вождям принести вот именно это же это приношение я не могу сдержаться очень интересная история который я недавно видел которая очень ярко показывает что такое совет мы здесь видим один человек дал совет и огромная часть стора посвящена есть история которая случилась совсем недавно она сейчас в израиле хевроне хевроне служил солдат армии цехал и он наткнулся на засаду он служил в хевроне на него напал арабский террорист и он очень тяжело ранил и этот солдат его звали хананул не не создал хананул и этот хананул он лежит на земле в крови это место где-то точат участка ворона почти туда ивле никогда не ходит то есть скорее всего если все шло как как обычно он скорее всего просто отранный попогиб слава богу другой солдат услышал стрельбу и другой страна началась как носа шахата по стрельбам и он таки нашел вот этого раненого хананула он ему сразу с повязки первой медицинской помощи вызвал скорую его отвезли в больницу причем этот солдат с каналом с ним поехал с ним поехал в госпиталь он подождал пока действительно указали помощь чем в больнице сказали что если бы не вот эта первая медицинская помощь кому просто бы не вышел то есть вот этот он реально вот этот второй солдат реально спас ему жизнь и ханала родители пишет и друг этот солдат спаситель он как бы растворился пропал тебя те кто читали в детстве маршака у маршака был блатка и тоже стихотворение что рассказы когда ищет полиция ищет ищет пожарники ищет фотографы парня лет 20 нас мы такой тоже учили но в отличие от маршака эта история эта история о герое рассказа героя наша история продолжается что родители хананула когда они хотели поблагодарить этого солдата не его нету и родители хананула у них был магазин маколот магазин в кириат малахи так они повесили большое объявление на витрине магазина первых они поблагодарили бога что он спас его сына их сына а вторых они написали кто-то знает кто был этот солдат пожалуйста скажите мы хотим его поблагодарить не просто на витрину магазина повесит это огромное объявление прошло мне время через полтора года действительно в этот магазин зашла женщина купить что-то и она обратила внимание на это объявление и она со слезами на глазах пришла хозяйке магазина и я читаю это объявление да ты знаешь мне кажется что это мой сын что это мой сын тот у спас своего хананула они обнялись и собрались то есть действительно да это был действительно ее сын и они собрались две семьи две семьи то есть хананула со своими родителями и спасите там тоже история не приводится имя фамилия они собрались действительно те хотели поблагодарить было очень конечно приятный потом когда что-то ну концу подходит мама расскажем нашего героя спасителя говорить говорит маме хананула ты знаешь они она вот и она ее отвела в сторону и говорит мне не помнишь на самом деле я тебя уже давно знаю я 20 лет назад приходила к вам в магазин я не помню кто ко мне в магазин приходит хотелось приходила и нам рассказала что 20 лет назад из мамы этого спасителя где 20 назад я пришла к вам магазин что-то купить и когда слово за словом магазин в израиле да и женщины разговорились и она говорит вы знаете у меня я забеременела у меня это беременность очень плохая тяжелая беременность и я думаю что нам не надо я собираюсь идти к врачу и просто сделать аборт чтобы не мучиться и хозяйка магазина и хозяйка и хозяйка не оба начали говорить с ней разговорились и говорили что то что можно такое счастье иметь ребенка и даст бог конечно сейчас тяжело даст бог все будет хорошо они уговорили и слава богу что она не сделала аборта и не родился мальчик этот мальчик это спас ханану она сказала вы не представляете вы мне 20 лет назад помогли хорошим советом за не спасли ребенка она уже готова была идти к врачу и вот смотрите как интересно это вот этот ребенок который был у меня в утробе этот и спас вашего сына никто не знает какой-то совет и представьте себе не дай бог сто раз не дай бог подумайте что было бы наоборот думайте например да наоборот какая-то хорошая кавычках подруга тоже может дать совет она тебе надо пойди к врачу 21 что ты мучаешься да можно можно дать советы может дать совет человек когда он дает кому-то совет на быть очень аккуратно никто не знает что через 20 лет твой совет тебе вернется это наша история которая реально человек этот совет спас жизнь его сын их несет нашу недельную главу наш недельный нисанэл поскольку именно он дал он дал этот совет всем принесет уже это приношение то им подчеркивается что-то его была идея каждый еще раз повторяется еще раз повторяется что они принесли этот корман интересно почему он вторым приносит очень интересную вещь первый день принес же это приношение нашим из колена иуда ну прежде это приношение вместо что они принесли жертва его серебряное блюдо серебряная чаша список целый список животных он принес ложку 1 2 день теперь чередка говорится не сану и сейчас мы шоу принесет теперь мы принес золотую чашку это сам золотую ложку тебе 2 это по идее если он принес золотую чашку как дурак буду принести то же самое что-то же другое принести у меня сосед своего мнения нету и вот на второй день когда приносил на сану он принес точно то же самое он не хотел показать одну лучшим и круче вот у нас у вас чашка у нас нет он принес то же самое чем комментарии говори на самом деле каждое колено когда в уже этого колена приносила ними что-то другое может быть в виду очень интересно раньше приводит именно почему число 10 почему число 100 очень глубокие какие-то объяснения конечно есть и может быть каждый больше своего колена когда он принес это же это приношение колено и сахара имела ввиду одно колено бениамина мелоди другое но на второй день когда он принес куплю с точно тоже самое он не сказал я хочу быть лучше не выделяться он принес то же самое и потом соответственно на 3 день принесли тоже то же самое 3 на 4 он показал пример что не надо писать на выделяться наверное вспомнить между прочим что недели на бережит а только все-все мироздание начиналось на земле практически кто еще не жил какая была первая ссора крайне к принес же это приношение его принес это приношение другое они один другом завидовал это закончится шоками белый она не забываешь только даже когда дело доходится интересно так как бы духовные духовная вражда я хочу я хочу лучше даже перед богом на самом может быть руководстве с этим оболочу как он то же самое принес и теперь одно из объяснений почему действительно бог каждое же это приношение отдельно пишет торе потому что на самом деле каждый из них проявил силу воли не выделяться каждый хочет выделить каждый хочет показать каждый вот мы вот мы так вот это наше колено а вот мы и каждый принес точно то же самое тоже самое бог наоборот бог хотел показать вы скромно это же сделала не выделяться я покажу на брошек каждая каждая отдельно напишу вторе наоборот выделить что ты не еще одна единица ты не еще вот один еще 10 20 12 по-быстрому короче нас 12 12 чаши 12 это уже просто нет я каждого отдельно напишу уже каждый в отдельности принес каждый хотел от себя для меня каждый в отдельности дорого в конце написано сколько всего вместе более того на седьмой день может эфраима приносит седьмой день божественные фраима комментарии говорят на седьмой день это был шаббат все это началось про школе лишь не сам был ты был воскресенье 7 день не день то что не пропускали шаббат приносили же это приношение в храме закон такой храме субботу можно приносить только же это приношение от всего еврейского народа вот те же это приношение мусав мы молимся мусав конечно приносится мусав приносится человек просто приходит в храм он не имеет права свои ну же это приношение приносить в коем случае это шаббат здесь исключение сквозь который седьмой день приносил ему разрешили в шаббат принести что бог это показать добро бы хотел показать что каждое же приношение для него очень важно хоть они все одинаковы и специально и на у меня столько важно я не хочу даже одного дня пропуск ты даже в шаббе сможешь его принести не смотришь у меня в шаббе храм для таких вещей закрыт специально эфраиму колено эфраиму принес сделали как бы исключение им сказали можете принести более того комментарий почему именно эфраим интересно так не бывает именно колено эфраиме только на которое принесло в субботу же до приношения что написано что йосиф в египте есть доказательства что есть видеть соблюдать соблюдал субботу это что йосиф египте хотя там никто за ним не следил но йосиф египте соблюдал суббота поэтому его потомки были удостойны что им разрешили субботу принесли же за приношение есть одной стороны посмотришь ну еще один еще одна фишка на люди когда мы приходим синагога на синагога много молимся я тоже молюсь кажется мы все там хазан поет красиво я почитал свою молитву нет каждая молитва я не часть чего-то большого не теряется каждая митва каждая молитва и здесь прекрасный пример тора пишет 89 предложений каждый еще раз повторяется еще раз повторяется что каждое же до приношения это не не еще одно отдельное и важно тебе надо не забывать очень интересно что не надо конкуренции все одинаково нечего делятся как все как у всех мы не любим конкуренции неправда потому что если посмотрите очень интересно есть законы конкуренции в хошемишпо хошемишпо это денежные законы шелханрух есть четыре больших части самая большая из них кстати посвящена денежным законам и там есть целая глава которая посвящена законной конкуренции можете ли вы например ну в любой стране есть такие законы если кто-то открыл магазин тот открыл магазин он продает мясо я не имею права сразу прямо возле него открыть тоже с магазин мясо конкуренция я могу может быть дальше здесь четкие законы из шоханрухи написаны да можно это нельзя зависимости ли человек второй который открывает он живет в этом городе если он приехал из другого города может быть нельзя если уже в этом городе можно написано что можно ли рекламировать как можно рекламировать и есть законы конкуренции шелханрухи они есть интересно что когда написано шелханрухи если ешива если кто-то например тыл ешива вы можете прямо возле него открыть еще одну ешива если у вас какой-то рэби в ешиве можно другой наоборот кимура говорит хорошо чем больше конкуренции чем чем лучше мужа когда дело доходит до тора тогда каждый будет следить чтобы его еще было лучше всех поэтому когда дело доходит до тора наоборот для чего-то для митвы даже для чего-то святого мы хотим что была конкуренция если была в монополии все вы продавали в какой-то там рабинович продавал например и троги вот что только он продает рот не было конкуренции все троги были были одинаковые он поднимал цен или не поднимал цены наоборот еще и и он продает этот рок и вот и продает рога так тут шелханрухи наоборот когда дело доходит чего-то святого мы хотим поощряем опять-таки треш должно быть пределах допустимого не знаю что можно делать что не надо закрывать уже ешивы да не надо палки в колеса ставить но здесь наоборот из тора с одной стороны должен быть очень очень тонкий баланс то с одной стороны чек не должен выделяться показать мы его трем нос у нас было было такое дело сделать нами делай как мы делал лучше нас с одной стороны мы мы так не говори что ты специально лучше нас лучше не выделяться на иногда наоборот нужно быть конкуренции когда мне что то есть должен быть очень тонкий баланс когда мы делаем это во имя небес действительно ли мы делаем это времени мы чтобы Действительно, чтобы росла Тора. Мы хотим построить еще одно здание Ешива, еще одну синагогу. Действительно, чтобы Тора росла и цвела, замечательно, все хорошо. Но когда я просто хочу показать, вот я, вот посмотрите, я пришел со своим этрогом. Я принес мой этрог в синагогу. Есть такая шутка, что слава Богу, Баруха Шем, что мы этрог трясем в синагоге, а марор, эту горькую зелью, мы кушаем дома. Этрог себе приносит, такой большой этрог, всем показать, похвастаться. А зелень горькую, представьтесь, надо было бы наоборот. Этрог мы бы трясли дома, тихонько никто даже не видит. Зато горькую зелень при всех надо было бы похвастаться. Ашам пожалел нас. И Ашам хочет, наоборот, приводится в книжках. Принести, этрог, но надо не забывать, что тут не главное, что я. Надо не забывать, что мы служим тому же Всевышнему. Надо быть аккуратным. Сукурсовно, когда дело касается святости, то, чтобы Тора росла и цвела, наоборот, конкуренция, наоборот, это хорошо, и тогда же лучше. Теперь раз мы уже говорим о хороших советах и о том, что человек должен думать о последствиях. Собственно говоря, то, что человек должен, когда он дает совет, он должен думать о своих последствиях, что от какой-то... на две минуты он что-то кому-то что-то сказал, что из этого может потом случиться. В нашей идейной главе исключится другой классический пример, что такое последствия. Но здесь, наоборот, пример, кто не думал о последствиях. Идейная глава имеет отрывок сойто. Сойто – это женщина, которая ее муж подозревает в измене. На самом деле, там сложные законы. Сначала он не может просто так сказать, «А, кто тебя знает?» Он делает предупреждение не уединяться с кем-то. Потом она на свою голову, да, уединилась. И тогда он говорит, что я не знаю. И он ее отведет в храм. И там интересная процедура. Она должна выпить специальную воду, принести специальное жадоприношение. И если она действительно, как раз, вошлом согрешила, она страшным образом погибает. Причем комментарии говорят, что в этот же момент погибает ее любовник, где бы он ни находился. И все, конец истории. Причем все должны это видеть. Если она безгрешна, наоборот, если ничего не случилось, ей дают благословение, все будет хорошо. Рамбан обращает внимание, это единственная миссия в Торе, где напрямую Тора пользуется волшебством. Это чудеса. Мы недавно про Шмиту говорили. Бог обещает, что у вас будет броха, хорошим людям будет хорошо. Но таких чудес прямо видно чудов. Нигде в Торе мы этим не пользуемся. В храме были чудеса. Понятно, что пророки делали чудеса. Чудеса были. Евреи жили с чудесами. Но чтобы Тора прямым текстом говорит, ты подозреваешь свою жену, пошли в храм, и мы будем делать чудеса. Это во-первых. Во-вторых, когда едет этот напиток, у него сначала пишут, на пергаменте пишут отрывок из Торы, потом этот отрывок стирают, вот эти чернила падают в эту воду, и она потом это пьет. Когда стирают, там имя Бога написано. То есть это отрывок из Торы, который имеет имя Бога. Стирать имя Бога – это большой грех. Более того, не принято даже на русском языке. Не принято писать B-O-G. Обычно пишут через черточку. Некоторые говорят, что не так страшно. Ну, надо с большой буквы писать. Не принято писать на любом языке. G-O-D не пишут, B-O-G не пишут. Кто уже говорит на святом языке, не писать. Потому что кто его знает вдруг? Тут пишут имя Бога, настоящий ют, потом Кейво, потом его стирают, чтобы спасти еврейский дом. Но называется вся эта процедура, ее называют СОЙТА. Интересно, на святом языке есть очень похожее слово СОЙТА, почему она пишет через сына, они пишут через самых. Она пишет через сын. СОЙТА есть похожее слово ШОЙТА. ШОЙТА это лопух, дурак, да? ШОЙТА это не умный человек, да? Есть разные... Я верю, вы можете поставить современные словари и еврейские, там вам дадут все синонимы, сами догадаетесь. Но это не умный человек. ШОЙТА? На иедыше было такое слово тоже. А ШОЙТА? В Талмуде всегда они упоминают, есть КОТАН, ХЕРЭШ, ШОЙТА, БКОТАН, да? ХЕРЭШ это глухонемой, ШОЙТА это одна ШОЙТА и ребенок. То есть когда пример человек без ума. ЙООО, однокоренные слова. Талмуд говорит, что человек не грешит, разве что если он ШОЙТА, на него что-то нашло, по-другому человек не грешит. Почему? Что такое ШОЙТА? ШОЙТА это не умный человек. Мягко говоря. Мишна, вверхе, и вот говорит, что такое умный человек. Что такое умный человек? Ну, Робинович, вы умный? Да? Я умный. Что такое умный? Все я умный, конечно. Есть такое выражение, иедыше коп. Играевская голова. Мишна, вверхе, вот говорит, знаете, что такое умный человек? Умный человек, есть там два раза княния. В одном месте написано, что умный человек, который знает, что будет дальше. РОЕСА НОЙЛЕТ, что родится дальше. Что, кстати, интересно, НОЙЛЕТ, что родится, похоже на нашу историю, но на святом языке НОЙЛЕТ, то есть, что будет завтра. Умный человек не живет сегодняшним днем. Сегодня, сегодня, я сейчас могу это купить, я сейчас могу это продать, я могу это скушать, я могу это взять. Сегодня животные, они живут сейчас, они хотят сейчас это скушать, они хотят сейчас это сделать. Маленькие дети так живут, умный человек, он думает, я сейчас это сделаю, а что будет потом? Это умный человек. ШОЙТЕ, это не умный человек. Когда человек грешит, значит, он не думает, что потом будет. Человек не может, если человек думает, действительно, в своих действиях, он никогда бы не грешил. Так, ШОЙТЕ, ШОЙТЕ, значит, женщина не подумала о последствиях. Мы начали наш урок с того, как человек, наоборот, думает, никогда не доцениваешь последствия. Здесь, человек, который грешит, он, женщина, не обдумала, какие у него будут последствия. Она согрешила. Человек, на самом деле, любой человек, надо просто думать. Очень часто разница между согрешить и не согрешить. Просто надо секунду задуматься. Сколько людей, я хочу в нашем уроке Торы приводить исторические факты, сколько за последние несколько лет в мире, в разных странах, политические деятели необдуманно что-то сделали. С точки зрения, похожая история с нашей отдельной главой и с другими историями. И потом, потом им пришлось за это долго платить, правильно? Да, много историй есть. Почему бы они не думали? Или люди думали, но не думали, никто не заметит. Торы нас учит, что человек должен думать и не быть шой-то, зайнышкин шой-то, не будь шой-то. Теперь раз, оно уже произошло, с другой стороны интересно, с другой стороны Бог, это если женщина-таки согрешил, если женщина согрешила, тогда я придется за это ответить. Интересно, она на самом деле может, тоже надо, если вы внимательно почитаете, ее не заставляют отопить. Если она хочет, она может, если сердечно осознаться, они просто разведут, развод, девичья фамилия, все хорошо. На самом деле, если она хочет, более того, в Тармуде написано, что мы ее пытались уговорить, мы не хотели стирать имя Бога. Ее специально водили, ее уговаривали, говорят, слушай, если ты согрешила, оно тебе надо, просто скажи правду, что ты согрешила, мы тебя отпустим, все будет тихо. Если она нет, после того, уже стер, уже все, там уже назад дороги нет. То есть, не то, что знаете, вот это евреи, это жиды, они очередной раз, вот простую еврейскую девушку, ну, с кем не бывает, все слова, с кем не бывает, неуместны, но даже в этой ситуации, когда с ней это случилось, у нее на самом деле, она может сказать, я согрешила, мы ее не можем казнить, потому что свидетелей-то нету, но они разведутся, и все будет тихо, спокойно. Если она настаивает на своем, и она все-таки согрешила, она гибнет. Но если она не согрешила, так здесь Бог специально, чтобы спасти еврейскую семью. То есть, у них, случилось ЧП, муж ее подозревает, она сам ничего плохого не сделала, но муж подозревает. Так Бог, чтобы спасти еврейскую семью, специально их, говорит, едьте в храм. Храм, храм это самое святое место в Израиле. Они могли жить в любом городе Израиля. У вас такие проблемы, у вас проблемы, шаламбайз называется, у вас семейные проблемы, Бог говорит, я лично этим займусь. Как я говорю, Богу до этого, всевышний, даже всевышний, он там звездами занимается, звездами, ураганами, вулканами. Тут это самое, товарищи, два товарищей, ну, ссорились, семейная ссора, ну ладно. Всевышний говорит, если у вас семейная ссора, я лично хочу с этим заняться, пусть он везет ее в храм, они привозят специальное жидоприношение, и мы чудесным образом докажем, или она права, или она не права. насколько важно, теперь наше время этих законов нет, но человек понимает, насколько важно, если кто-то может кому-то помочь. Когда действительно, когда семейная какая-то ссор, у кого-то какие-то действительно проблемы в семье, вы в этом знаете. Человек может посоветовать, не дай Бог, я на той месяце уже развелась, что ты мучаешься, сколько это можно? Я, кстати, не шучу, я, к сожалению, слышу разные истории, да? Можно посоветовать, можно помочь. Опять-таки, есть, иногда таки надо, есть такая вещь, как развод, все может быть, иногда можно посоветовать, можно посоветовать. Надо помнить, что человек, который помогает, чтобы в семье не было ссоры, кстати, это про свою семью тоже, если у кого-то в его родной семье, у него с женой неполадки, надо вам тоже вспомнить, что Бог очень недовольен, когда в семье какие-то неполадки, недоразумения, и человек должен знать, если наши мудрецы говорят, что слово муж, женщина, мужчина, женщина, на святом языке, иш, это муж, мужчина, алав, ю, чин, женщина, это иша, иш, иш, у них две буквы одинаковые, алав, шин, эйш, тут есть огонь, тут есть огонь, и когда, не дай Бог, хас вешалом, муж с женой, что-то у них там неполадки, это огонь, и огонь, это может так развиться, а здесь еще есть дети, а здесь еще дети тоже связаны, а если жена, а если мама говорит своему сыну, вот ты в папу пошел, вот на мое наказание, может быть огонь, и огонь, а папа это еще и слышит, так может быть огонь, и огонь, и огонь, хас вешалом, как это исправить, там есть еще две буквы, у мужчины, иш, там есть буква ют, у женщины, иш, а в конце есть буква, ют, и ой, это имя Бога, если люди вспомнят, в процессе всех этих ссор, и, надо слышать, есть Бог на свете, через Бог на свете написано, что каждый еврейский дом, это мини-мешка, там Бога обитает, тоже говорит, когда есть дети, мы видим, в начале урока мы упомянули, важность, что такое иметь еврейских детей, вместо того, чтобы ссориться, и кричать, мы можем взять, жить в гармонии, у нас нет храма, никто в храм не идет, никто не может чудесным образом, есть люди, которые могут помочь, человек задумается, что есть Бог на свете. Человек задумается, что не только, вот я, мои интересы, я просто, это дело принципа, люди говорят. Я, конечно, мог бы простить, но дело принципа, я раз простил, два простил, сколько уже можно, я же не тряпка. Да? Вот этот огонь, эйш, вот этот огонь, я же не тряпка, я не тряпка, я дело принципа. Если человек вспомнит, что да, принцип, ты хочешь, чтобы у тебя в семье был огонь, не дай бог, в котором могут люди погибнуть, или сбор на свете наши отдельные глава опять таки есть к сожалению бывают разные ситуации и среди евреев среди религиозных евреев среди очень религиозных евреев все мы люди если человек во первых подумаешь что есть бог на свете что я не только ишь я такой ишь мне есть кусок бога и моей жене тоже если человек подумает о последствиях и зачем подумают о последствиях что потом вот я скажу одно слово хочется ответить хочется сказать как есть нужно надоело чтобы какие будут новые последствия не надо быть что это надо быть что это наоборот работать и следить опять-таки есть разные ситуации не тема моего урока знаете там всех помирить все было хорошо все за стол переговоров у нас сейчас модно каждая ситуация из разной ситуации разный подход из разный иногда действительно есть в торе есть такая глава как развод тоже все может быть разная ситуация в целом человек должен помнить что есть бог на свете и не будь шойта интересно что перед этой главой про что ты спереди после интересно вот эта недельная глава про стоит перед ней интересная глава и после после нее сразу идет глава про назир после нее это уникальная глава на русский язык обычно так и неправильно переводится на заре нет это тора придумала специально есть такой человек который на себя взял обязательства не пить вино не есть виноград не ходить на кладбище вот так называется назарей и мудвецы говорят что человек который был в храме когда это произошло он видел реально как стоит это происходило я сейчас вспоминаю израиля и с раввин не уверен кто это я подозреваю уже слышу который он большой ревень сейчас в израильном он был не религиозным и он когда он прочитал главу про стоит он стал религиозным очень интересно был умный человек кстати не потому что не дай бог у него всеми что были проблемы но когда он просто прочитал что действительно реально тора пишет и она таки было есть истории когда в талмуде приводится таки было человек из это проще сбоку свете между прочим у нас наше время такого нет на бог на свете есть после этого когда человек увидел в храме до чего вот реальном был храме причем там написано что все женщины которые находились на территории храма должны были прийти в это помещение это происходило мужчины могли прийти могли одну женщина специальное объявление делаю сейчас свой то будет пить все женщины обязаны прийти посмотреть что будет с той женщина которая акция ведет или наоборот давайте посмотрим и после этого вот эта глава про назарея потому что на заре когда увидеть написано колорой слой то бекалкула который видел соль так то что сне это произошло он на себя должен взять что надо сделал почему потому что приводится когда человек вижу то страшное произошло он услышал что кто-то какой-то страшный грех совершил бывает такое же есть вещи которые но это мы такого никогда но такого никогда не будет не может такого но это не среди евреев это я не знаю это где-то там папуасы какие-то такими вещами занимается не мы вдруг он слышит есть такая еврейская семья к сожалению случилось его мышление теперь этого делать не буду не пометив меня правильно страшно я как я раньше сказки а не бывает это очень страшно вот эта сама идея что это не так страшно это страшная идея сразу чем нужно себя за какой-то обязательно чтобы какой-то какой-то баре что-то себя отгородить чтобы ничего с ним не случилось поэтому кстати закон очень важный закон многие его не знают а надо человек не имеет права делиться с кем-то о своих грехах не будем я рассказывал кто-то согрешил специально нечаянно по молодости нельзя никому это рассказать если вы рассказываете с кем не бывает ваши приключения по молодости чем бы другим во первых вы поссорите всевышнего вы рассказывали как бы не послушать всевышнего во вторых у человека теперь слушай ты переживаешь я тоже сколько раз тоже в том же ресторане да конечно ничего странно что тот бедный переживает трясется на с кем не бывает поэтому очень аккуратно когда единственное когда можно поделиться это если кто-то должен спросить травину что теперь ему делать он согрешил он должен спросить компетентного раввина как это исправить никто не хвастается своими болячками правда никто не ходит по улице а вы знаете у меня проблемы с сахаром на проблемы с почками никто об этом никому не рассказывать но когда надо пойти к врачу надо врачу все сказать то же самое грех грех это изъян это надо в это стесняться и надо его исправить если надо кого-то спросить кому-то раввину посоветоваться тихонько рассказать что теперь мне делать можешь как-то исправить или еще одна проблема иногда когда грех между человеком и человека кто-то у кого-то что-то украл кто-то кому-то нанес материальный ущерб не надо говорить знаете на самом деле поцарапал его машин что-то хорошо такое вмятина поздравлю выходит из машин да вмятина конечно знаете товарищ ташкин давал урок никому не рассказывать я сам слышал я поехал рассказываю никто не видел сама понятно что это нет нет это грех надо рассказать и заплатить из два исключения это если грех который вы должны просто заплатить кому-то или вы должны узнать кому платить и надо спросить человек хочет просто поделиться с родином как это грех исправить но никогда никому нельзя не рассказывать и наоборот когда человек вдруг ус вот был человек в храме человек непрогосказанно увидел реально как сойта что-то произошло значит он видишь какие могут быть последствия мы боимся что у него теперь его уме не так страшно мы боимся что него теперь будут последствия нужно взять на себя какой-то наоборот обязательства чтобы этого с ним не случилось это после сойты если посмотрите перед недельной главы сойты это тоже очень интересно перед тем как тора нам рассказывает про сойту там написано секунду написано что человек должен приносить святые вещи коины непонятно почему-то тора написали на в этом порядке прямо перед тем написано говорится нам израиля мужчина или женщина перед этим написано что если человек к интересная фраза там кстати очень интересная игра слов писано что всякое приношение когда человек приносит а посвящение каждого принадлежат ему непонятная фраза это правильный перевод это же самое посвящение тоже посвящение я что-то осветил я хочу что я кому-то что-то обязан дать посвятил и я должен коину что-то дать или храму должен что-то дать написано очень интересно а посвящение каждого принадлежат ему тоже не надо давать вторая фраза это если хотите найти глава 5 пасук 10 5 10 наш недельный глава посвящение каждого принадлежат ему если человек передаст что такое ну ему она будет принадлежать тоже ему кто ему тут кстати написали коину непонятно кому ему есть интересно объясняем первых объяснение что если вы кому-то что-то должны дать точно дакай месяц дакала или вы должны кое-нибудь вы должны храму да конечно вы должны ему тогда принадлежит это вам то смысле что нас с вами теперь навсегда остается те дни которые вы потратили на свадьбу на дом на машину на баба ваши образования так очень хорошо это очень важно все ведь должны хорошо жить но и деньги не с вами не останутся те день которые вы посвятили вы дали на даку дали бедно далее посвятили какой-то и шивы что эти деньги все это ваш наоборот она таки ваш был один еврейский царь он наоборот он очень много денег дал энцдоку потому что он только сказал что когда ты даешь ты получаешь так это игра слов то что ты будешь давать но принадлежит таки тебе другое объяснение там кстати говорит что принадлежит тебе имеется то что ты должен решить кому это давать например у человека он отделил 10 10 на деле теперь ему надо это дать ему надо решить кому это давать из разной организации тоже очень важный вопрос есть разные законы надо посвящать рекомендуется с кем-то посоветоваться вот у вас есть например вы заработали слава богу 50 тысяч долларов надо или 5 тысяч долларов если кем из еврейской обычаи 5 тысяч дать можно дать тому можно это вам принадлежит право выбора кому это после этого написано что если вы видите что такое ну она принадлежит ему по простому это имеется ввиду принадлежит коину если объяснение принадлежит ему 6 человек будет жадно не будет давать в итоге у него только десятину и останется принадлежит ему если человеку заработал моем примере он заработал 50 тысяч долларов он даже 5 тысяч дать на вздоху такие большие деньги сейчас уже поймать и цены такие все непонятно что завтра будет на следующий год он только 5000 заработать принадлежит ему ты в этом году заработала 50 и по идее должен был бы дать 5 ты их не дал за следующий год что заработать только 5 заработать принадлежать будет ему идея игра слов что если вы не дали койну это пример может быть кое-то может бедные люди если вы не дали сдоху который вы должны были дать вы потом останетесь вот с этой сдох причем интересные комментарии говорят она почему коин страдает что получается если вы заработали 50 тысяч на следующий год вас на не вас человек заработал 50 тысяч на следующий год его наказать его заработал только 5000 такой никой бедняк получаете без 5 тысяч получать только 500 так он пострадал кого из потушек он тоже виноват если честное мнение что если бы коин вел себя коин имеется ввиду и строят бедняки они должны были показать что такие стоит им давать если еще ботники опять-таки не 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 человек должен давать съешь и ботника здесь и ботник себя плохо зарекомендовалось к там если шива например небольшая шива этом допустим даже четыре человека только вешивы примерно маленькая шива не за из себя так зарекомендовать что на ту еще никто не хочет ничего давать не только богачи виноваты да то есть все каждый должен следить за своими последствиями и как человек должен делать тоже от него зависит нет 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 не переживать что другие посмотрят и потом всего что же все займется всем конце я просто хочу закончить на интересной моменте в нашем день на главе тоже это бирхат курини благословение коинов мы недавно был шавод на днях интересно что в в израиле коина благословляют каждый день почему все мы знаем на север некоторые города нет в хуцла рец только на празднике вот сейчас был шавод в синагогах на мусах коины выходили если кто-то был чтобы не надо было на кладбище у коинские на могилу вот эти руки такой такой на благословение коинов и последнее слово на чем это заказ останавливаться благословение заканчивается шалом это мир то есть мир это все когда человек живет действительно в балансе когда человек самое большое благословение точно мы сказали про сайту амирс это может быть мир семье может быть мир между человеком и человеком может мир между человеком и богом последние то самое главное самое главное бракха что это шалом более того причина почему Хуцлаарес, почему действительно в Израиле делают благословение Коину каждый день? На самом деле, логически должны были каждое утро в Шахарес делать благословение Коину. Почему в Хуцлаарес в диаспоре это не делают? Потому что у нас мы заняты. Рамо приводит, что у нас проблемы, мы заняты своими вещами, у нас плохое настроение. Нам не до этого. Интересно, что два великих раввина. В разных местах написано. Балатани, самый первый любовческий раб. Он пытался исправить, сказать, пусть я делаю Берхат Коину. У него это не получилось. Веленский Гаон. Веленский Гаон тоже. Он уже договорился со своим учениками. Все, завтра утром в нашей синагоге мы делаем Берхат Коаним. Его посадили в тюрьму в следующий день. Там было какое-то ложное... Он понял, что это не судьба. Интересно, что два великих раввина с разных частей еврейского, как говорится. Мы продолжаем. У нас нет этого обычая, но мы все равно молимся и хотим, чтобы у нас был шалом. Двух словах, о чем был мой урок. На закуску, как говорится. Мы начали с того, как князь, вождь, Нессанел, он дал совет. И благодаря этому совету в Торе написано 12 раз повторяется одна и та же часть. Потому что каждый, хоть он и повторил, но он принес от себя. Мы сказали, что иногда, наоборот, мы хотим, чтобы каждый делал то, что он хочет. И иногда, наоборот, надо не выделяться. Чувствую, что мы это делаем ради Бога. Я вам рассказал историю, когда хороший совет может спасти жизнь не только ребенку, вот этой женщине, которая вот этот... Когда еврейский солдат был спасен. Потом о последствиях, когда еврейская женщина, к сожалению, не думала о последствиях. Когда человек грешит, когда человек не думает о последствиях, что потом будет. Человек все, по часам все, пошли, до свидания. Человек не думает о последствиях. Не надо быть шойтой. Я вам рассказал, что еврейская семья, у каждого человека есть глубине эйш, и у мужчины, и у женщины. И человек, у него есть выбор. Или он этот огонь может хранить, думать, что есть Бог на свете, Юды, Юд и Эй. Или он может этим огнем и не думать о последствиях. И потом, есть недельная глава Назирея, которая говорит, когда если вы видите эти последствия, она что-то делает. Оно на вас влияет. Вы видите, что кто-то грешит, оно на вас влияет. Значит, надо отделиться от вина, отойти от всего этого. И напоследок, чтобы действительно, наша недельная глава, чтобы Бог действительно нас благословил, чтобы у нас были все бирхоскоины, там написано, если вы внимательно почитаете комментарии, это и физические благословения, и духовные благословения, и чтобы действительно был шалом, чтобы у еврейского народа был мир, и чтобы Бог нас любил, и чтобы он нами был очень доволен. Большое спасибо за ваше внимание. До встречи через неделю.